Amnesty International подтвердила военные преступления армии РФ в Киевской области. Отчет. Правозащитная организация Amnesty International подтвердила по меньшей мере 60 случаев военных преступлений российской армии в Киевской области. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пич.Кит. Речь идет о незаконных авиаударах по Бородянке и внесудебных казнях в других городах и селах, в том числе Буче, Андреевке, Сдвижовке и Ворзеле. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на новый отчет Amnesty International по итогам детального расследования. Сценарии преступлений со стороны российских военных, которые мы зафиксировали, охватывают как незаконные нападения, так и умышленные убийства гражданских лиц, сказала генеральный секретарь Amnesty Аньес Каламар на брифинге. Правозащитники призвали украинские власти, Международный уголовный суд и другие субъекты обеспечить сохранение доказательств, которые в будущем помогут привлечь российских военных к ответственности за военные преступления. Очень важно, чтобы все виновные, включая командование, были привлечены к ответственности, подчеркивается в отчете. В Бородянке Amnesty International зафиксировала гибель минимум 40 гражданских в результате непропорциональных и невыборочных нападений, обстрелов и авиаударов. В Буче и нескольких других городах и селах, расположенных к северо-западу от Киева, организация задокументировала 22 случая незаконных убийств российскими силами, большинство из которых были очевидными внесудебными казнями. За 12 дней расследования исследовательская команда Amnesty International опросил жителей Буче-Бородянки нового Карагода Андреевки, сдвижовки в Орзеле Макарова-Дмитровке и посетила места многочисленных убийств. Также сообщается, что данные баллистического исследования доказывают принадлежность патронов, которые используют отдельные российские элитные подразделения, которые орудовали в Бородянке и Буче, бронебойные патроны 7Н12 калибра 9х39 мм с черными наконечниками. Исследовательская группа Amnesty International проанализировала обнаруженные в Буче российские военные удостоверения. Это еще одно доказательство того, какие именно подразделения участвовали в этом. Это были призывные и учебные учетные записи. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит, принадлежавшей водителю-механику полка ВДВ российских воздушно-десантных войск. Следует также отметить, что отдельные подразделения ВДВ используют специализированные винтовки, из которых можно стрелять бронебойными патронами 9х39 мм, говорится в отчете. Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине доказательства нарушений, совершенных во время вторжения России для расследования их на предмет признания военными преступлениями. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Напомним, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков. В группах РБК Украина в Телеграм и Вайбер. Присоединяйся, победа будет за нами. Слава Украине! Присоединяйся, победа будет за нами. Продолжение следует...